Всем привет! Меня зовут Снежана. Сегодня хочу вам рассказать о своем походе в магазин Подружка. Столько подарков в магазине я еще ни разу не получала, потому что до этого покупала всегда как-то в Ревгош, либо в Литуале, а там, ну, максимум там пару-тройку пробничков положат, независимо от суммы. А тут же я получила столько подарков в честь открытия, что теперь я, наверное, буду намного чаще ходить в этот магазин. И сейчас вам расскажу все, что я купила и все, что получила в подарок. В Подружке я была всего два раза. Первый раз это было открытие Подружки на Петроградке, не помню, несколько месяцев назад. И второй раз, это вот сейчас, это было открытие Подружки на Загородном. И Подружке можно найти очень клевые марки. Это корейские марки различные, Тони Молли и куча других. Также можно найти много бюджетных, но очень клевых продуктов, которые не представлены в сети Ревгош или Туаль. В чем плюсы ходить именно на открытие магазина Подружки? Самый главный плюс в том, что вы получаете скидку 20%, если приходите до 12 часов. Еще очень клевый бонус в том, что если вы покупаете в Подружке на открытии магазина на сумму от 600 рублей, вы получаете клевый бокс косметический в подарок. Там есть все разные на выбор, я вам чуть попозже покажу. Сейчас я вам покажу, что я купила и какие подарки я получила. Некоторые из продуктов я уже пробовала в маленьком размере, и они завоевали мое сердце. И я решила купить в этот раз полноразмерный продукт. Начну с моей самой любимой темы. Это маски. Маски я обожаю. Я их люблю пробовать в любом виде. Тканевые, которые просто наносятся. Делать домашние маски. Это та вещь, которую я готова пробовать постоянно. У меня уже появились какие-то любимчики. Но об этом я вам расскажу уже в следующем видео. Сейчас покажу, какие маски я купила в этот раз. Каждый раз закупаюсь масками от Тони Молли. Сначала взяла вот эти две маски, потому что не могла найти томатные. Поэтому на замену что-то увлажняющее искала. Решила, что алоэ и брокколи, может быть, тоже. Потому что у них, ну, на всех написано, что они увлажняют и все. Но по факту самые крутые маски из вот этих тканевых, это томатные. От них прям питание, увлажнение. Когда ее снимаешь, кожа прям такая упругая, клевая, прям напитанная. Буду пробовать, вам позднее расскажу о вот этих. Также решила попробовать патчи под глаза. Такие вот патчи. У меня написано, что эти увлажняющие, а вот эти от морщин. Эти решила попробовать, потому что у меня уже образуются мелкие-мелкие морщинки из-за того, что очень сухая кожа и тонкая. И я решила ее пораньше начать подпитывать. Также взяла вот такую маску от Avila для ножек. Тут идет скраб сверху и снизу маска для ног. Самое интересное из всех купленных масок это вот это. Вот такой вот необычный дизайн в форме стаканчика для кофе. Мимо пройти я, конечно же, не смогла. Вообще, это альгинатная маска для увлажнения кожи. Написано, что она подходит всем типам кожи, всем возрастам. То есть, какая-то чудо-маска. Внутри нее есть вот такая вот масса рассыпчатая и вот такой вот гель-активатор и лопаточка для смешивания. Вот, уже не терпится попробовать это чудо-средство. Очень необычная форма. Я до этого использовала только тканевые, либо обычные маски, которые наносятся непосредственно на кожу. В таком формате, в сухом, я еще не пробовала. Как попробую, расскажу вам обязательно. Так, следующее, что я купила, это вот такой вот шампунь от фирмы Kinsuka. Я уже пробовала такой шампунь в миниатюре. Мне он очень понравился, у него очень вкусный запах. Он очень хорошо промывает волосы. А в полной версии еще вот такой вот большой объем. 760 грамм в этой упаковочке. И удобно, что есть помпа вот такая вот. Не нужно там какие-то манипуляции с шампунем с таким огромным проводить. Просто достаточно одного нажатия. Вот. Еще очень удобно тем, у кого есть мужья, семьи. Потому что, когда ты не одна пользуешься шампунем, он улетает за секунды просто. Поэтому вот этого шампуня, я думаю, нам с мужем должно наконец-то хватить на более продолжительное время. В дополнение к этому шампуню я купила вот такую маску от VOLTAGE. Маска увлажняющая. Интенсивно увлажняющая. Очень большой объем, 500 миллилитров. Вот. Очень вкусный запах. Очень приятный запах. И консистенция, ну, как у сметаны примерно. Я пока еще не пробовала эту маску. И вообще, в принципе, большинство средств, которые я купила и сегодня вам покажу, я еще не пробовала. Как попробую, я уже вам расскажу более подробно. Также купила вот такую вот малышку. Это пилинг для тела. Самое главное, почему я купила, это запах. Вы вот сходите просто в подружку и понюхайте его. Это запах свежести, особенно на лето. Это просто... Ну, вот я могу сказать, что для меня это самый-самый вкусный запах. Из тех, которые я, ну, чувствовала. Это запах свежей груши. Но мало того, что запах у него клевый, так он еще и как пилинг очень крутой. То есть, у него очень много мелких частиц. Я не люблю, когда в геле для душа плавают там какие-то две частички пилинга, которыми ты себя пытаешься скрабировать, но толку как бы ноль. Вот. У этого пилинга, во-первых, такие очень мелкие частички, как соль, очень похожие. И плюс еще дополнительно покрупнее есть частички. Также я взяла вот такие клевые бомбочки для ванны. Они пахнут очень-очень клево. Вообще не хуже, чем, например, в том же Lush. Но только там стоят больше 400 рублей за бомбочку, а это без скидки, что ли, 80 чем-то рублей. То есть, со скидкой это там вообще копейки. При этом я покупала 4, одну уже муж потратил. Они очень клево шипят после них. Еще и масло остается. У них уже в составе есть различные масла. Соответственно, они будут увлажнять вашу кожу и тонизировать, в зависимости от того, какие масла в них содержатся. Это бомбочки от фирмы Ecolab. На бомбочках есть различные вкусы. То есть, там можно выбрать, с каким вкусом вы хотите. Кажется, их пахнет по-своему вкусно. Такой приятный, ненавязчивый какой-то. Более даже как будто фруктовый, что ли, запах. Вот, короче, клевые штучки. Обязательно купите себе такие в подружке. Купила вот такие две одинаковые мицеллярки от чистой линии. Не знаю, как они в деле, не пробовала. Купила только для того, чтобы в акции поучаствовать. Поэтому, как попробую, вам расскажу. Также купила средства для снятия водостойкого макияжа с глаз и губ. Но я им снимаю не водостойкий макияж, потому что я не люблю долго тереть глаза, тушь, губы, чтобы долго вся помада по лесу размазалась, пока вы обычным средством смываете. На диск налила и за один раз все смывается. Единственное, что меня просто вообще бесит у L'Oreal, это вот эта упаковка. У меня не было ни разу, чтобы я не пролила из бутылочки средства. Но, когда я каждый раз прислоняю ватный диск, наклоняю, оно все течет мимо куда-то, капает, затекает. Это ужас какой-то. Хоть переливай в другую баночку, надо что-то с этим делать. Также купила от L'Oreal вот такое вот маслице. Роскошь питания, экстраординарное масло, преображающее масло для лица. Да, что нам обещает L'Oreal, что он будет глубоко питать, восстанавливать и активировать сияние до всех типов кожи. Там еще была упаковочка, которая для нормальной и жирной вроде бы, или для нормальной и смешанной кожи. Смысл в том, что я подумала, что для моей сухой кожи больше подойдет вот этот вот. Вот. Попробовала два раза, пока вообще не поняла, какое тут питание, потому что у меня от него, ну, тут написано где-то три капельки нужно капнуть и распределить на все лицо. Так у меня, как бы, от этих трех капелек ни холодно, ни жарко, во-первых. Во-вторых, лицо уже где-то через час, как будто я вообще его кремом не мазала. А на утро так вообще, как будто, ну, кожа сушит очень сильно. Соответственно, попробую еще несколько раз, если ничего не изменится, придется, видимо, кому-то отдать, кому это больше подойдет. Вот. Также купила на пробу вот такой вот крем корейский с маслом ши. Запах у него, конечно, так себе. Напоминает каких-то бабушек церковных. Извините, я ничего не имею против церковных бабушек, но он так и пахнет, этот крем. Вы его сходите, понюхайте. Я когда его покупала, как-то, ну, не было возможности послушать запах, но когда я нанесла его, поняла, что это, наверное, не совсем мой вариант. Крем, ну, такой нормальный, как бы, не что-то такое супер вау эффекта, какое-то увлажнение от него. У меня очень сухая кожа рук. Попробую еще несколько раз, может быть, отдам кому-нибудь, кому больше этот запах нравится. Из декоративки купила тушь от Vivienne Sabo Cabaret. У меня уже до этого была такая же тушь, но почему-то у меня она комочками ложится. Хотя и сестра моя, и мама такими тушами пользуются, им очень нравится, никаких комочков у них нет. Я подумала, может быть, просто она у меня долго лежала, неоткрытая, поэтому решила прикупить новую попробовать. Потому что, ну, там, на нее какой-то прям дикий ажиотаж всем очень нравится. Может быть, и я втянусь в эту тему. Так же купила вот такой вот любимый мой карандашик от Essence. Цвет 06. Так, сейчас покажу. Очень клевый, сейчас покажу вам сводч. Вот такой вот цвет. На губах он такой, как нюд, такой коричневатый нюд. У меня достаточно яркие губы, поэтому вот этот цвет мне прям очень-очень хорошо подходит. Потому что многие, которые более светлые нюды, если я ими крашу, я как моль какая-то получаю с очень бледными губами. Вот, это уже мой второй такой же карандаш. Думаю, еще и не последний. Купила на пробу еще вот такую вот штуковинку. Это основа выравнивающая для лица. Вот, от фирмы Catrice. Вообще, это позиционирует в себя, это средство, как праймер. То есть, у него вот такая вот консистенция. Вот. И он вот такой вот розовенький. И от него сияние. То есть, вот сияет. Соответственно, когда наносим его на кожу лица, оно приобретает сияние. Я использовала раза два или три, пока не распробовала, не совсем поняла. Потому что, наверное, это удобно использовать. Как, в принципе, тут и написано, что либо после крема дневного, либо вообще вместо крема. Но тут ничего не написано, что там как с тональным кремом оно взаимодействует. Вот, когда, если без крема наносишь, да, есть сияние, оно такое умеренное, когда вот пройдет минут 10, наверное, влага впитается. А оно такое просто, как бы, хорошее сияние здоровой кожи. Но вот с тональным кремом пока как-то я не поняла, как их можно совместить. Потому что либо цвет перекрывается, а если сверху наносить, то сияния очень мало, проще хайлайтер нанести. Вот, поэтому буду еще пробовать, поиграю с ним, посмотрим, что из этого выйдет. Вот, также купила вот такую крутую косметичку. Такую летнюю. Очень вместительная. Она вроде бы и не очень большого размера, но при этом она очень много себя вмещает. Так, что-то там я уже ее запачкала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok